добрый вечер дорогие друзья с вами студия новое планетарное телевидение мария карпинская дорогие друзья я продолжаю наш цикл передач и сегодняшняя передача она связана с неожиданной информацией которую я просто получила от своих друзей а потом нашла в интернете посмотрела я даже предположить не могла что такое происходит знаете у меня вот возникает мысль что существует некое возмездие на на свете и наверное она придет какому-то своему разрешению главное ничего не трогать самому бог совсем как говорят разберется значит первое это то что мне позвонила моя подруга который когда-то так же как и я и речь пойдет о секте виссариона которые проходят вот уже обыски и там значит сейчас все это находится на такой грани собирают какие-то дела говорят что даже убывалых там волосы встали дыбом что там происходит в этой секте в которой я бы была два года и у меня хватило сил я потеряла свою квартиру я потеряла все но я вернулась в отличие от других людей узнав вот поняв все что там происходит и что-то куда все это закручивается какие гайки у закручиваются вообще я на все бросила все и уехала и вернулась в москву уже без квартиры без прописки без ничего я говорила об этом очень тяжелый был период моей жизни но я его преодолела я же говорю у меня просто хватило сил уехать а многих людей просто потеряв и отдав все виссарион отдавали же ему все просто людей не могли вернуться им было некуда и вот сейчас идут расследования по этой секте господи и я про себя думаю боже мой у меня честно говоря вот даже стало хорошо на сердце потому что вопрос кого там конечно засудят но ведь главным заводилой всего организатором всего был виссарион и вот то что я сейчас вам просто прочитаю прочитаю немножко да следователи проводят обыски в секте виссариона и следственные действия такого масштаба впервые проходят закрытой общине поклоняющихся бывшему гаишнику в религиозной общине обитель церкви последнего завета прошли обыски следователи из новосибирска проверяют работу местной школы в которой учатся дети последователей виссариона бывшего милиционера объявившего себя мессией в девяносто первом году за почти тридцать лет существования общины прошло тридцать лет я уехала туда где я приехала туда в девяносто девяносто первым уехала в девяносто втором тридцать лет уже прошло с той поры удивительно которую религоведы и священники признают деструктивной сектой всего несколько раз привлекало внимание правоохранительных органов а массовые проверки в этих местах являются исключительными что искали следователи в красноярской глуши и как существует огромное поселение живущее по своим правилам разбиралось известие вот допросы жителей общины виссариона продолжаются долгое время в следственном комитете отказываются комментировать известием подробности проведения обысков в красноярском крае один из представителей общины Вадим Редькин написал посте на своей странице в фейсбук что правоохранительные органы могли заинтересоваться работой школы в которой учителя отдают треть своей зарплаты на оплату трудоработников которые трудятся неофициально по его словам следственные следствия действуют или действия следственные идут уже больше года они активизировались в своей работе сотрудники используют опросник которым помимо прочего есть вопросы о сексуальном насилии внутри общины о пытках о смертях последователей учения виссариона следователи опрашивают жителей но не раскрывают информацию о том над каким делом они работают местные следователи задающие вопросы по опроснику присланному из ГУ СК не знают название и цели этого дела они просто корректно выполняют свою работу и началось это все я даже не знала в 18 году летом и были обыски в семьях и изъяли какую-то аппаратуру все это рассказывает Вадим Редькин я очень хорошо знала Вадима Редькина и в общину то есть еще тогда не было общины я приехала в Сибирь я приехала и Вадим Редькин вот нас было двое начиналось все с двоих значит во время обыска вы изъяли документы аппаратуру ноутбуки смартфоны у директора школы директора школы я кажется тоже помню хотя может и нет значит следователи также интересовались питанием возможностью получения медицинской помощи по правилам общины у адептов есть строгие ограничения в еде запрещено употреблять животную пищу сахар соль и ряд других продуктов члены общины отрицают традиционную медицину используют альтернативные методы для исцеления одним из таких методов является прикосновение Виссариона из-за этого по словам бывших послушников погибло несколько детей с диагностированной онкологией и другими тяжелыми заболеваниями всего на территории общины опросили более 150 человек сейчас уже больше наверное на допросы начали вызывать бывших членов общины их родственников и опять же Редькин рассказал что их спрашивают об исчезновении людей в общине и я могу подтвердить потом что да уже при мне начали люди исчезать о насильственном отъеме жилья и денег о применении незаконных способов воздействия на последователей а также о захоронении послушников и неизвестно где их захоранивают вот спрашивали об исчезновении людей в общине якобы люди исчезают а их имущество присваивается а также насильственный идет отъем денег и шантаж о запрете служить в армии, о половых извращениях о запретах на лечение в медучреждениях об анемии тяжелой степени и истощении вплоть до кахексии об отказах от родовспоможения о применении психотропных препаратов такие вопросы вызывают у нас ироничную улыбку так как показывают полную некомпетентность в вопросах того что на самом деле происходит в нашей жизни но это вот Редькин говорит хотя община существует уже около 30 лет никакой секретной информации у нас нет так сообщил представитель общины но одни говорят так, другие так секта существует 30 лет основатель, бывший сотрудник ГАИ из города Минусинска Сергей Тороп вскоре он объявил себя вторым пришествием к Христа все это при мне происходило откровение пришло к Торопу как никогда вовремя в 91 году после распада Советского Союза мне даже не по себе я сейчас очень тяжело это переживаю многие люди потеряли веру в свои идеалы и искали спасения в мистике и псевдорелигиозных течениях ну туда на самом деле поехали очень талантливые люди очень талантливые и первая волна это была творческие люди вот естественно я туда поехала строить детское государство потом у них когда я уехала это переросло в город солнце продали квартиры в Москве люди в других крупных городах вот и кто понятно что вернуться уже они не смогли я все-таки вернулась сейчас вербовкой они не занимаются как пишут да по словам секта Виссариона типичная секта харизматичного типа после смерти лидера такие секты обычно либо исчезают либо деградируют до ничтозного количества членов среди интересных особенностей этой секты можно отметить то что у них был период когда членам общины даже запрещали пить воду но это я не знаю при мне очень многие вещи происходили это правда за счет секты долго удалось существовать но сейчас поступления нету члены общины занимаются ремеслом, собирательством редко туда попадают уже случайные люди потому что там стоит КПП дежурят охранники не пускают посторонних вот короче вход воспрещен нельзя сказать что это закрытая община власть о ней знает просто они находятся географически далеко многие чиновники и правоохранители исходят из принципа не навреди ну кто его знает вдруг они там возьмут и покончат всю жизнь самоубийством поэтому конечно старались не трогать эту общину на самом деле в России начиная с 89 года было сотни человек а может уже и тысячи которые объявили себя мессиями но в числе первых был Виссарион и ему повезло как говорят больше всех то есть он стал таким самым резонансным и убийство там в разных местах происходили всякие вещи и вот эти вот общины себя показывали община Виссариона так далеко что было непонятно что там происходит вот говорят что секта может просуществовать 20 лет и сгинуть после смерти своего основателя вот секта Виссариона она такого среднего размера считается вот даже такой человек как объявивший себя богом Кузей он умудрился собрать себе имущество как у олигарха средней руки а Виссарион безусловно получил намного больше денег он обеспечил себе жизнь деньги женщины есть а завоевать мир в отличие от других лидеров всех кто он не стремился это кстати очень редкость когда лидер секты не стремится к безграничной власти так сказали религиоведы на самом деле конечно это все не так немножко просто так произошло что он стремился как можно больше материального себе взять в мое время когда я там находилась я уже видела на самом деле меня могли убить я сейчас говорю и очень уже так воспоминая волнуюсь ух Виссарион конечно на каждого показывал пальцем вот моей подружке он сказал ты умрешь через три года там еще кому-то он тоже чего-то сказал ты попадешь под машину ты заболеешь и умрешь мне он этого не говорил но он меня боялся но все равно я же отдала все в эту общину которая только начиналась и я помню что когда уже прошел год я стала замечать странные вещи это все еще в Минусинске были что там была Минусинская мафия ну потом я уже узнала я просто вам в резюме скажу и Виссариону приносили огромное количество денег от продаж квартир представьте там еще 10 тысяч человек все продали умножьте это все там в среднем даже на 40 тысяч долларов и увидите сколько денег он получал а в то время домики покупали за 100 долларов допустим продали квартиру за 60 в Москве тысяч долларов отдали Виссариону а за 100 он дал и на 100 долларов человек покупал себе избушку на курьих ножках естественно вы же понимаете что все это было ужасно ну куда же деньги-то эти девали так как я какое-то время жила пока не появился у меня свой дом я жила в доме у Виссариона там жил Вадим Редькин и жила я и я видела все происходящее вот и это было ужасно потому что на самом деле то что я видела это приносили деньги просто в чемодане вот и эти деньги были ну вот просто понимаете дипломат открывается там полный дипломат денег вот конечно он обеспечил себе за счет людей очень счастливое существование это правда и он построил себе ту жизнь которую он хотел потому что тогда еще когда вот все это было он блин да что ж такое извиняюсь он жил он жил на горе еще не жил на горе он жил еще в Минусинске у него была маленькая двухкомнатная квартира и я тоже жила в этой квартире он ночевал в одной комнате с Виссарионом Вадим Редькин вообще-то как-то тоже подозрительно я с Любой с его женой Любой ночевала в другой комнате иногда на кухне и вот когда приносили эти чемоданы денег я так удивлялась потом приходили какие-то люди потом я узнала что это люди мафиозные структуры из из Минусинска там довольно сильная была мафия или бандиты как они там называются и вот эти люди он им отдавал что-то он отстегивал им они ему обменивали доллары на рубли если нужно еще что-то ну и он отстегивал потом в какой-то момент я в разных местах там работала у меня уже был дом свой и я как бы тоже подрабатывала какое-то время я ходила туда сюда ну там я много чего делала и в один из моментов я помню что я с ребятами квартиры ремонтировала какую-то двухкомнатную как сейчас помню квартиру мне хотелось посмотреть как это делается и я вот ремонтировала двухкомнатную квартиру причем мы это делали все фактически бесплатно и оказалось что эта квартира любовницы одного из тех товарищей которым Виссарион отстегивал деньги там полным ходом это шла вся мафиозная деятельность то есть там просто и говорит даже не приходится о том что где деньги там и все остальное вот но в то время он еще жил с женой он еще не развратничал вот это потом уже после моего отъезда я узнала что у него там жена 16-летняя вторая жена что он ввел закон о том что можно треугольники заводить а один муж две жены потом они стали меняться местами в общем там все со всеми переспали как говорят перетрахались вот и конечно меня уже в это время слава богу не было но уже в то время я помню как люди умирали как один мальчик повесился Сережа там из Воронежа как еще кто-то вспоминать мне это больно потому что у меня сразу начинает вот здесь болеть сердце то что я насмотрелась это было ужасно и один год я вот смотрела на это на все а один год я еще оставалась и вела борьбу одна против всей секты и против Виссариона нет ну мне помогали газеты то есть я пошла в местные органы и с газетчиками телевизиончиками вот я пыталась что-то сделать конечно ну меня выгнали из общины меня объявили там не знаю врагом народа их не вот но я все равно еще год оставалась и вела эту борьбу и это время сейчас вспоминается у меня начинает болеть голова потому что я понимаю что все что происходило что это с самого начала все конечно было мошенничеством сейчас это уже понятно он совершенно точно знал что он не является ни таким Христом это было такое как это сказать он же сначала и не называл себя Христом вот это была просто такая афера да и он отлично знал об этой афере он уподобил свою внешность Христу волосы такие отпустил здесь усы здесь бороду вот и зная что он не является Христом он конечно обманул людей просто обманывал выдавая себя за Христа и он написал такой там писал Вадим в основном и Редькин там что-то последний завет типа откровения Божия но это такая смесь всего со всем естественно что уже тогда в мое время он организовал вот это мошенничество в особо крупных размерах изымал у людей все материальные средства по собственному их желанию взамен он не предоставлял ничего кроме своих слов и конечно он говорил о конце света и о том что спасутся только те кто рядом с ним а если он говорил что вернуть средства то он говорил забудьте даже про них ну то что жесткая диета это все понятно много людей которые поверили ему он их зазомбировал и конечно они беспрекословно исполняли то что он говорил я думаю что там дальше были убийства по его заказу извращения и все что угодно потому что прогремел такой случай про девочку Чечу молодую которую он пытался изнасиловать потом своих детей он особенно не воспитывал и это была некая трагедия для его детей и звонила однажды Люба его супруга может несколько лет назад она уехала в Красноярск по-моему и не знаю как она там устроилась но в общем понятно что он говорил ты отдай последнюю рубаху и все это отдай ему потому что он забирал это все себе и он материалист страшный и он устроил себе жизнь материальном изобилии при этом он не помогал никому как брат из тех кто приходил к нему и они жили в ужасной бедности Виссарион и до сих пор живет в роскоши за счет средств общенников он нигде не работает так да как многие из общенников нуждаются просто в элементарном жилье еде и одежде ну и у него не хватает никакой совести он еще ввел дистину и продолжает жить за счет других людей моя знакомая которая живет в Израиле хорошая подружка она как раз сказала что он он сейчас выходит к людям раз в 4 месяца кресло выносят он садится что-то там говорит но это не важно а остальное время никто не знает где он потому что он построил себе на горе огромный дом есть он там нет его никто не знает но моя подружка говорила что где-то в Израиле недалеко от Иерусалима есть гора и там какой-то храм он выкупил этот храм он туда приезжает но там он уже не называет себя Виссарионом а называет как-то по-другому то ли отец Николая то ли что-то и ее знакомая имеющая много драгоценностей ходила туда и отдала он постоянно манипулирует я считаю что людьми вот он их пугает всех до сих пор концом света хотя ни одно из его пророчеств не сбылось но вот я не знаю как там живут люди и он только показывает что Виссарион это лже-пророк лже-христос и в своей общине уже при мне он начал вводить рабовладельческий строй потому что все последователи выполняли любые его указания он скрывает от своих последователей свое прошлое потому что он и пьянствовал он и матерился и рукоприкладствовал и лечился от алкоголизма и по каким-то сведениям я думаю что он все равно употребляет алкоголь потому что при мне он вообще не говорил одно мне сейчас очень трудно говорить потому что и сам он делал все по-другому он и выпивал и ел сало и вот приезжал в Москву моего одного знакомого он ел сало ел шоколад а людям все запрещало они ели вот очень скудно он отгородился от всех своих последователей и у него охрана телохранители собаки и служит он конечно же материальному а людей просто обманывают люди обманутые мне жаль они верят ему вот когда я конечно довольно быстро попав туда я ведь не думала что он будет там называть себя блин христом я поехала чтобы строить детское государство потому что он тогда просто выглядел как такой лидер мощный но к сожалению сейчас это уже совсем другое вот и я помню как я ехала четверо суток туда думаю что я уезжаю навсегда чтобы строить там вот этот детский город потому что он же мне сказал что я тебе там подарю целый остров ну вообще конечно я тоже была наивная глупая девочка и очень много таких наивных глупых туда приезжали но когда туда приехали все как бы стали носить какие-то одежды странные я честно говоря вот эти все извращения с одеждами с какими-то и вообще как бы с этой игрой в какую-то игру как бы у меня было ощущение что они все играют в какую-то игру я в эту игру играть не хотела и вот эти все какие-то странности я была очень конечно наивная еще юная наивная женщина хотелось видеть только хорошее но мне не удалось увидеть хорошее я увидела я же говорю я увидела мафию я поняла что это мафия и когда уже через два года я поняла что мне нужно быстро отправить сына спасти сына сначала а потом свою себя спасать и я быстро отправила вперед себя сына в Москву к отцу а сама уже стала собираться тоже уезжать вот и ко мне приходили люди и они со мной вели очень странные разговоры и грозились убийством что я буду убита и еще там предложения делались какие-то ужасные я не хочу просто это озвучивать потому что это мое прошлое которое уже ушло и мне все-таки каким-то невероятным образом просто без ничего без ничего просто вот в одежде которая на мне была наверное поэтому все произошло так что меня не тронули просто вот сумочка маленькая одежда что на мне и билет и вот я по этому билету на поезде уехала в Москву приехал в Москву естественно я уже ничего не имела но мне тут же я не знала как мне жить просто не знала но у меня один мой друг тоже Михаил его звали он сейчас уже на том свете Краснопольский он меня повел к одному своему другому другу индусу который торговал чаем состоятельный человек был и Михаил рассказал ему мою историю тот послушал посмотрел на меня и сказал знаете вам нужно поехать обязательно в Индию уехать я говорю да это да конечно но для этого нужны деньги и он сказал я дам вам деньги и он мне дал достаточное количество денег чтобы я могла путешествовать по Индии два года но перед этим конечно моим переживанием не было конца вы должны понимать что я была сломлена унижена уничтожена раздавлена разломана потому что все мои мечты рухнули я поняла насколько я глупая я была потрясена и удивлена что человек как это сказать преследует только личные цели только свои при этом говорит другим людям говорит чтобы они жили вот так вот так а сам преследовал только свои личные цели ужасно жадный был сам вот ужасно все это были сцены которые я не могла даже переваривать там у него была уже еще одна какая-то комната для приема и там к нему приезжали привозили персики там абрикосы и все такое вот это все стояло сливы они сидели там нагло и с Редькиным ели это а там в коридоре сидели матери с детьми с голодными детьми дети с жадными глазами смотрели вот они хотели чего-то и я несколько раз сделала такие невероятные вещи я заходила и говорила а почему вы сами едите а детей не угостите и Виссарион так ну хочешь угостить угости то есть он так тихо говорил он понятно что он ничего не мог против меня сделать он уже понял что от меня надо избавляться потому что я очень опасный человек он боялся меня оставлять со своей общиной потому что он даже говорил что она может поднять бунт и все такое и поэтому он и возил ты меня потом везде с собой чтобы я не дай бог общину не переориентировала это моя история жизни и сегодня и я конечно уехала 30 лет прошло я честно говоря ждала я ждала когда же наступит возмездие когда оно наступит но должно же наступить потому что я ничего не предпринимала против этой против Виссариона я просто уехала чтобы спасти и свою жизнь и я очень много людей вытаскивала из общины и помогала вот у меня есть фильм на в ютубе первый кто такая Мария Карпинская там по-моему один человек как раз говорит о том что я очень многим людям помогла очень многим кому могла тому я помогла некоторых даже в Индию вытаскивала в оравиль а кто не хотел я кто тоже не хотел то есть я как бы пыталась вытащить людей и честно говоря я ждала вот этого божьего возмездия и когда-то должно было это случиться и вот когда я вдруг узнала о том что там идут опуски что там проверяют все я обрадовалась скажу честно что я реально обрадовалась вот впервые меня постигла радость потому что тут еще такая есть статья название которая меня просто ну как обрадовала плохая новость для сектантов церковь Виссариона и город солнца разгоняют и пресс секретарь главы секты Вадим Редькин ну вот с которым вместе да мы даже дружили было такое между прочим должность денежную сообщил об обысках и массовых допросах вообще и я думаю что там накопают много чего я очень надеюсь что вот эти следственные органы выявят все дело в том что это же столько лет за 30 лет поди вот найди где там уже концы многие просто умирали из моих знакомых первые которые с которыми я там была и которых я помнила уже их нет на свете я помню что один человек из Латвии заехал ко мне и сказал что Мария там же заставляли работать только руками на полях да то есть уже когда они по деревням разъехались и не применять никакой техники и люди просто вот ну как капец людям был они заканчивали свое существование и он сказал что я я уничтожил себя был бизнесменом хорошим и скоростью он умер конечно для меня это были очень много трагедий я пережила трагедию я было время когда я сидела в ванне там мне была предоставлена квартира где никого не было я сидела в ванне и выла вот как волчица просто выла плакала там просто выла до безумия и я уже сказала что Бог как бы стер эту боль я ее забыла вот сейчас когда вдруг моя знакомая позвонила и сказала мне эту новость что вот эту секту Виссариона следователи обыски производят и собирают дела и что там очень много чего обнаружено и там ну во первых там все же со всеми переспали поэтому там жить разрешалось всем со всеми сам Виссарион живет с двумя женами 16 лет одной другой там еще сколько-то его Люба я уже сказала жена уехала в Красноярск в общем вы понимаете что там где деньги там ничего хорошего не бывает там и инцесты у них и все что угодно и там сразу идет разврат и все то что как бы провозглашалось как высшая истина превращается в самую самую низшую грязь ну а я уже думала 30 лет прошло и наказаний никаких нету и я решила что я сотру это и забуду возмездия нет и вот сейчас я для меня это весь радостно что все-таки возмездие будет я думаю и я думаю что еще будут удивления и что многим там грозит обвинение махинации это самое малое о чем можно сказать незаконные махинации и то о чем молчат они и проблемы конечно же появятся в Виссарионе очень большие я надеюсь и всем грозит этим людям грозит обвинение и их будут трясти и церемониться с торопом вообще никто не будет поэтому все это каким-то образом закончится и все это я могу об этом узнать понимаете все это еще произойдет при моей жизни а для меня это очень важно потому что на самом деле вы же понимаете что каждый человек все равно ждет справедливости он хочет увидеть что если его обманули если его как-то провели если его унизили если его оскорбили если ему хребет все ломали как мне всю эту историю не перескажешь можно вот такой том написать что там было то я думаю что когда наступает вот когда ты узнаешь о возмездии у меня конечно здесь сейчас еще тяжеловато потому что я понимаю что то есть как бы вот во мне поднимается понимаете эти воспоминания поднимаются они даже у меня даже тяжело разговаривать потому что начинает память какая-то да очень дальняя которая была положена куда-то очень глубоко спрятана в пятке да Господь спрятал пятки чтобы она не болела она начинает подниматься вверх и это очень тяжело это очень тяжело мне это нужно пережить но я хочу видеть это возмездие я хочу видеть как он будет наказан как будут проявлены все их дела что у них там такое к чему там все это как люди исчезали как они умирали из-за чего и как этот человек забирал все у людей и не нес за них ответственность просто использовал ну все спасибо с вами была Мария Карпинская тяжеловато но зато я узнаю что такое возмездие потому что мне это важно узнать Божие возмездие всего доброго всего доброго всего доброго Продолжение следует...